Музыка Под председательством Владимира Путина состоялось заседание комиссии при президенте По мониторингу достижений целевых показателей социально-экономического развития Российской Федерации Некоторые излечения из выступления президента имеющие отношение к здравоохранению Послушайте Что считаю принципиально важным Задачи, поставленные в указах, должны выполняться на всей территории Российской Федерации Третье Мы сделали существенный шаг вперёд в развитии системы здравоохранения По ряду направлений достигли тех целей, которые ставили на 2018 год Объективные цифры говорят о снижении младенческой и материнской смертности Собственно говоря, это объективные данные Мы достигли здесь исторического минимума При историческом максимуме по продолжительности жизни в стране Снизили смертность от сердечно-сосудистых, других заболеваний Существенно повысилась доступность высокотехнологичных операций Вместе с тем, граждане зачастую предъявляют обоснованные претензии к здравоохранению Для людей главное, насколько профессионально, грамотно оказывается медицинская помощь Надо прямо сказать, квалифицированных врачей, прежде всего узких специалистов, фельдшеров на селе не хватает часто Особенно остра проблема ощущается в небольших населённых пунктах, удалённых районах И хотел бы сегодня услышать, какие шаги будут предприниматься для обеспечения здравоохранения квалифицированными кадрами Сегодня эта задача выходит на передний план Пятое. Заработал закон о независимой оценке качества оказания услуг в социальной сфере Граждане получили возможность высказывать своё мнение о работе поликлиник, больниц, школ, детских садов, библиотек На основе этой народной оценки должны составляться рейтинги и учреждения образования, здравоохранения, культуры, социального обслуживания Должны приниматься и кадровые, и управленческие решения именно на основе таких данных Подчеркну открытость, учёт общественного мнения должны стать стимулами для преобразования в социальной сфере И принципиально важно, чтобы организации социальной сферы слышали позицию граждан Ориентировались на их запросы и интересы, повышали качество работы Я просил бы в этой связи и общероссийский народный фронт взять на контроль внедрение механизма независимой оценки качества социальной сферы Теперь поговорим, что же следует из выступления президента Первое. Независимая оценка поликлиник, больниц, которая, на мой взгляд, шла ни шатка, ни валка На некоторое время после заседания комиссии в регионах активизируется Общественные советы при органах здравоохранения проведут неочередные заседания Может быть, даже выявлены будут какие-то нарушения в деятельности медицинских организаций бюджетного здравоохранения И даже некоторых главных врачей, которые не держат нос по ветру и неправильно понимают Либо игнорируют политику государства по независимой оценке социальной сферы, снимут с должности Но затем все постепенно устаканится и успокоится Причем, мне представляется, эта кампания не будет длительной Второе. Опасения медицинских работников о том, что тенденция повышения заработной платы Замедлиться, либо вообще прекратиться, безосновательны Президент четко сказал Задачи, поставленные в указах, должны выполняться на всей территории Российской Федерации Значит, губернаторы будут давить на органы здравоохранения, а те на главных врачей Чтобы зарплата медиков росла Основной источник зарплаты средства ОМС Тарифы и так дефицитны Правильно, экономически не обосновано В условиях роста инфляции при фактической неизменности тарифов Подушевой норматив системы ОМС в 2016 году вырос аж на 2,2% по сравнению с 2015 годом Перераспределение денег на выплату заработной платы уменьшит возможности медицинских организаций по приобретению лекарственных препаратов, медицинских изделий, мягкого инвентаря и так далее Догадайтесь, откуда покроют дефицит? Правильно, за счет предоставления платных медицинских услуг Но тут на чеку должны стоять страховые медицинские организации, призванные защищать права застрахованных при отказах в предоставлении бесплатной медицинской помощи Если какой-то главный врач неправильно поймет, либо проигнорирует выполнение задачи от президента по росту заработной платы У медицинских работников есть защитник, Общероссийский народный фронт Фронтовики при получении обращения от медиков с жалобой на ущемление заработной платы Сразу же включат свой публичный механизм давления на несознательных главных врачей С возможными соответствующими оргвыводами в отношении них И в заключение Так как признал президент обоснованными претензии граждан в части профессионального и грамотного оказания медицинской помощи То мне представляется, в ближайшее время стоит ожидать ускорения принятия новых составов административных правонарушений В том числе карающих за несоблюдение порядков оказания медицинской помощи О том, что такой проект федерального закона уже подготовлен Сообщила на итоговые коллегии Минздрава России за 2015 год Вероника Скворцова Вполне возможно, что ныне действующий состав Государственной Думы Изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях все же успеет внести Вот такие мои выводы по итогам заседания комиссии и выступления на ней президента России Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»